Пополнить. Наличными. Чем всегда нужен. Сюда нажимайте «Да». Чтобы добраться до больницы, пенсионеру Анатолию Орефьеву приходится ездить в метро. В часы пика Анатолий Павлович подземку не спускается. А именно в это время с 7 до 9 часов утра и с 16 до 18 часов вечера работают привычные для него кассы. Выходит, что транспортную карту мужчине нужно приобретать в терминалах продажи проездных. Разобраться в работе хитрого аппарата пассажиру помогает кассир Самарского метрополитена, вызвать которого теперь можно при помощи специальной кнопки. Сейчас у нас уже соображал, что-то чуть попозже работает. Хоть кроссворд решаешь, но все равно уже замедленная реакция. Терминалы для продажи жетонов и транспортных карт были установлены летом для удобства горожан с целью сокращения контакта в период пандемии и коронавирусной инфекции. Теперь на аппаратах дополнительно монтируют кнопки вызова для пассажиров, которые по тем или иным причинам пользоваться терминалами не умеют. До этого кассиры постоянно дежурили у аппаратов. Теперь же оперативно выходят пассажирам для консультации в случае крайней необходимости. Планировали, что мы будем обучать пассажиров, как ими пользоваться в спокойном режиме. Но условия немножко ужесточились, и нам пришлось прибегнуть к таким мероприятиям. Студенты, они справляются сами, как бы более такие знающие, а пенсионеры еще нуждаются в нашей помощи. Ежедневно через Самарскую подземку проходит более 26 тысяч пассажиров. 90% из них практикуют бесконтактную оплату проезда банковскими и транспортными картами. В конце декабря кнопками вызова оснастили два аппарата на станции метро «Российская». Планируется, что до середины января они появятся на всех 32 терминалах, то есть на каждой станции. Ольга Павлов, Григорий Плешаков, События.